Доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. В этом уроке я хотел бы поговорить о таком великолепном приложении фотошопа, как Adobe Camera RAW. Для чего его используют? Если ваш фотоаппарат фотографирует в формате RAW, то обязательно используйте эту возможность. После того, как вы получили снимки в формате RAW, это так называемый с RAW формат, эти изображения обязательно открывают в приложении Adobe Camera RAW и делают так называемую проявку, для того, чтобы в дальнейшем снимок обработать в фотошопе. Но это приложение также замечательно работает и со снимками формата JPEG. В версиях фотошопа SS это приложение реализовано в качестве фильтра. Фильтр, фильтр Camera RAW. Давайте нажмем, вызовем это приложение и вот мы видим перед собой Adobe Camera RAW, которая реализована в качестве фильтра. Нажмем пока «Отмена». В формате одного урока работу этого приложения, конечно, не рассмотреть. Поэтому я коснусь только двух моментов. Первое. Расскажу о проблеме, которая может возникнуть при работе с файлами JPEG. Об этом меня часто спрашивают мои подписчики. И второй момент. Покажу интересный способ устранения постороннего цветового оттенка с фотографией. Итак, давайте перейдем к уроку. Закроем нашу фотографию. Зайдем в файл «Открыть как». Если вы хотите открыть фотографию формата JPEG в фотошопе в приложении Adobe Camera RAW, не как фильтр, а именно в самом приложении, то выбираем такой путь. Файл «Открыть как». Выбираем фотографию, которую мы хотим открыть в приложении. Раскрываем список форматов и выбираем здесь Camera RAW. Нажимаем кнопочку «Открыть». И вот мы видим перед собой приложение Adobe Camera RAW. О какой проблеме я хотел вам рассказать. К примеру, вы что-то здесь сделали, настроили и вас устраивает результат. Нажимаете кнопочку «Открыть изображение». Фотография у вас открылась в фотошопе для дальнейшей работы. Вы произвели какую-то работу, сохранили это изображение и закрываете его. Я нажимаю на крестик «Не сохраняю». И теперь, в следующий раз, если вы хотите опять поработать с этой фотографией, но уже не в приложении Adobe Camera RAW, а в самом фотошопе, то у вас возникает проблема. Зайдем в файл «Открыть». Выберем эту фотографию. Форматы снимка. У меня стоит «Все форматы». Нажимаю «Открыть» и «Снимок». Вместо того, чтобы открыться просто в фотошопе, почему-то опять открылся в приложении Adobe Camera RAW. Вот в этом и заключается проблема. Когда вы поработали со снимком JPEG в Adobe Camera RAW, то в следующий раз, он у вас откроется опять в этом приложении. А это часто мешает и даже раздражает пользователя фотошопа. Как решить такую проблему? Давайте разберем два пути. Нажмем «Отмена». Опять зайдем в файл «Открыть как». Выберем нашу фотографию и вместо Camera RAW давайте выберем формат JPEG, то есть тот формат, в котором находится наша фотография. Выбираем JPEG, нажимаем «Открыть» и снимок открылся просто как картинка в фотошопе, без Adobe Camera RAW. Закроем. Это был первый путь, но он требует от нас некоторых движений и знаний фотошопа. Давайте выберем второй путь, который позволит нам вообще избежать эту проблему. Зайдем в файл «Открыть», выберем опять наш снимок, нажмем «Открыть». Он опять открывается в приложении Adobe Camera RAW. Давайте зайдем в настройки этого приложения. Для этого я щелкну вот по этому списку. Открываются настройки. Перейдем в раздел «Обработка JPEG и TIFF» и самое главное, что мы должны с вами здесь сделать, раскрыть список JPEG и поставить пункт «Отключить поддержку JPEG». Давайте то же самое сделаем и для TIFF. Отключить поддержку TIFF. Поставили вот такие настройки, нажимаем кнопочку «Ок». Нажмем «Отмена» и теперь давайте попробуем открыть обычным способом нашу фотографию. Я два раза левой клавишей мыши щелкаю на свободном месте рабочего пространства фотошопа, выбираю нашу фотографию, нажимаю «Открыть» и она открывается уже просто как картинка без приложения Adobe Camera RAW. Вот таким образом вы сможете решить проблему открытия снимка JPEG в приложении Adobe Camera RAW. И давайте перейдем ко второй части урока. Устраним посторонний цветовой оттенок, который есть на этом изображении. Или по-другому это называется «Сделать хроматический баланс». Посмотрите на асфальт. Он имеет явно такой тепло-оранжевый цвет. Асфальт, конечно, должен быть более нейтральным. Давайте закроем фотографию, зайдем в файл «Открыть как». Выберем наш снимок и поставим камеру RAW. Нажмем «Открыть». Снимок открылся у нас в этом приложении. В принципе, для того, чтобы устранить посторонний цветовой оттенок, у нас есть вот такой вот инструмент, называется «Баланс белого». Это вот эта вот пипетка. Вот я показываю на неё стрелочкой. Но она не всегда срабатывает, поэтому я вам покажу немножко другой способ. Я сейчас нахожусь на вкладке «Основные». Это первая вкладка в ряду других. Вот её название «Основные». Что я делаю? Передвину ползунок вниз, «Контрастность» ставлю на плюс 100, «Красочность» на плюс 100, «Насыщенность» на плюс 100 и получаю вот такую страшную картинку. Но не пугайтесь, это всё временно. Теперь я буду работать двумя движками «Температура» и «Оттенок». Буду смотреть на асфальт, то есть на ту область фотографии, которая должна быть на снимке примерно средней серой. Если я передвину движок «Температуру» влево, асфальт становится синим. Если передвину вправо, он становится вот таким вот жёлтым. Моя задача – поймать такой момент, когда он и не синий, и не жёлтый. Это, конечно, всё делается на глаз, но результат получается довольно неплохой. Давайте я попробую подобрать. Вот так я оставлю минус 6. Теперь то же самое делаю с оттенком. Если я передвину ползунок влево, получаем зелёный асфальт, если вправо – получаем какой-то фиолетовый. И опять ловим такой момент, когда у нас он и не зелёный, и не фиолетовый. Ну вот, примерно минус 19 можно оставить. Давайте вернём движки на место. Чтобы это быстро сделать, я два раза левой клавишей мыши щёлкаю по ползунку. У контрастности – ноль, у красочности – ноль и у посторонний цветовой оттенок. Вот такую фотографию мы с вами получили. Давайте даже сделаем представление нашей фотографии «до» и «после». Нажмём вот на эту кнопочку, первая слева, и получаем вот такой результат. Вы чётко видите, что на левой фотографии, эта фотография у нас «до», мы видим явный посторонний цветовой оттенок. Вот фотография «после». Видим, что асфальт у нас стал нейтральным. На этом наш урок окончен. В этом уроке мы с вами научились устранять в приложении Adobe Camera Raw посторонний цветовой оттенок и научились решать проблему снимка JPEG, который после работы в приложении Adobe Camera Raw почему-то повторно опять открывается в этом приложении. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок.